Вы смотрите отзыв об отеле Меморис Миромархабана, старое название Accidental Миромар. Этот отзыв был оставлен на просторах интернет-путешественникам с ником Ольга Грин, который был в нем в 2010 году. Время поездки 9-23 апреля 2010 года. Состав группы – 8 человек от 29 до 53 лет, родственники и знакомые. Маршрут поездки Гавана – 2 дня, Пинадель-Юо, Син-Фуэгас, Эль-Ничо, Тринидад, Санта-Кларова-Редера, 4 ночи, Кайо-Ларго, 3 ночи Гавана, 1 ночь. Перелет – Аэрофлот. В первых строках нашего рассказа. А это будет совместное творчество нескольких членов нашей команды. Хочется отметить, что наша компания собралась на редкость быстро и первоначально нас должно было быть 9 человек, но одного в последний момент не отпустили по долгу службы. В нашей команде оказались люди с разными интересами и запросами, что само по себе осложняло процесс принятия решений в некоторых случаях. Поездка готовилась долго – более 6 месяцев, и мучительно, так как хотелось много увидеть и хорошо отдохнуть за относительно разумные деньги. Была проведена большая работа по прочтению отзывов на различных сайтах по Кубе, поездки в турфирма в Москве, переписка с кубинскими гидами – все это заняло порядка трех месяцев. И остановились мы на свой страх и риск, так как не нашли ни одного отзыва об этом человеке и его услугах, на кубинском представителя кубинских туроператоров, который живет в России, а зовут его Амар Санчес, и не прогадали. Все было организовано четко, хотя тур был достаточно сложным. Мы потребовали у Амара, чтобы в стоимость тура входило проживание в отеле, еда, обеды и ужины с одним включенным напитком, транспорт, услуги гида, все входные билеты, трансферы и перелет на Каю Ларго. В общем, все, чтобы ни о чем не думать. Оплата тура должна была происходить в Гаване, что и произошло в действительности в первый день по прибытии, процедура заняла не более 15 минут, это нас всех устроило. Хочу еще добавить, что по стоимости тура и программе мы договорились с Амаром еще в декабре 2009 года и до апреля он был всегда на связи, телефон и Эл. Почта за это время мы задали ему десятки вопросов, на которые сразу же получали ответ. В январе мы сами приобрели авиабилеты на самолет Аэрофлота Москва-Гавана-Москва в московском представительстве авиакомпании Кубана, это их совместный рейс, и стали ждать апреля. Мы так долго готовились к этой поездке, так много за это время возникло, казалось непреодолимых препятствий, потери работы у одного члена команды, болезнь другого, нашему швейцарскому члену команды оказалась нужна кубинская виза, об этом вспомнили за два дня до вылета. Все говорило за то, что лететь не надо. Но 9 апреля мы в полном сборе, с потерей одного человека и еще два, которые летели из Швейцарии, были в аэропорту Шереметьево-2. Спасибо Аэрофлоту, полет прошел на редкость комфортно. Плезы, подушки, хорошая еда и прекрасная развлекательная программа скрасили длительный перелет. 13 часов мы летели ночью, было ощущение, что утро никогда не наступит и мы больше не увидим солнца. Самолет пошел на посадку, скоро Гавана, а рассвета все нет. Приземляемся в 650 и только в начале 8-го увидели солнце. В Гаване к нашей встрече не готовы, ни на одной из стоек нет иммиграционных карточек. Нас, по всей видимости, не ждали. Проходит минут 10, служащие выносят бумажки. Вспомнив добрые советские времена все пытаются выстроиться в очередь. Тщетно. Бумажек явно не хватит, быстро понимают все и уже кучей малой ринулись на рослого негра, который вынес карточки. Люди подпрыгивают, стараясь рвать заветную бумажку, ругаются. Посмотрев на это, мы решили, что торопиться никуда и вообще, мы на отдыхе и расслабились. В результате, приблизительно часа через два, мы одни из последних выходим из здания аэропорта. Ура! Нас ждут. Нашим гидом оказалась очаровательная женщина по имени Кармен. Быстренько погрузились в автобус и поехали в отель, который находится в районе Миромар. В Гаване тепло, но явно дует холодный северный ветер. Кармен сказала, что это, видимо, последний холодный фронт перед летней жарой. Приблизительно через 20 минут мы подъехали в котелю Миромар-Оксидентал. Здесь уже нас ждали наши друзья из Швейцарии, которые прилетели накануне. Нас очень быстро поселили. Через 30 минут был объявлен общий сбор и мы выехали на экскурсию. Несколько слов об отеле. Отель был выбран из-за близкого расположения к аэропорту и так как у нас была заказана все экскурсии, транспорт был в нашем распоряжении, то удаленность от центра Гаваны нас не пугала. Район Миромар расположен приблизительно в 15 минутах езды от центра города, в одном из самых фешенебельных районов Гаваны. Здесь расположено представительство фирм, посольство, российское в том числе. Живут состоятельные кубинцы. Отель 4F. Хорошие большие номера, хорошая сантехника. В отеле хороший бассейн, в котором каждое утро на рассвете мы купались перед экскурсиями. У нас был заказан полупансион 2 дня и 1 день завтраки. По еде нареканий нет, все вкусно, выбор вполне приличный. Каждый вечер в Глобби проходили музыкальные вечера. Музыка, танцы профессионалов, к огромному сожалению, мы так уставали, что не смогли сполна насладиться кубинскими артистами. Один день. Гавана. В одном путеводителе есть фраза, Гавана это дама преклонных лет. Согласны с автором, полностью согласны, но добавили бы от себя, не потерявшая своей привлекательности. Гавана очаровала. Мы восхищались, удивлялись, поражались всему тому, что видели глаза. Вот величественно возвышается на площади кафедральный собор Сан-Крестобаль-де-Ла-Гавана и тут же жилой дом с балкончиками, на которых сушится белье. Ну как, как такое может быть? Зачем? Но чем больше мы гуляли по Гаване, тем больше понимали, что в этом вся Гавана. В этом ее очарование и магнетизм. Это безумное смешение всего. Людей, зданий, улиц и площадей, машин. Необыкновенной красоты Большой театр Гавана имени Гарсия Лорки соседствует с обветшалым домом с кучей цветочных горшков на стенках. Город живой, богатый на историю, почти каждый камень на земле, каждый дом дышит стариной. Но при этом город растет, молодеет и одновременно стареет. Это понимаешь, когда смотришь на потрясающую колониальную архитектуру прошлых столетий, на дома как после бомбежки. Среди этих домов можно погонять мяч мальчишкам, поболтать старикам, отдохнуть в кресле-качалке, перевести дух в тени узких улочек или пройти по площади, залитой солнцем. С балконов своих домов местные жители наблюдают за всей этой разношерстной публикой, из которой выделяются туристы и колоритные кубинки, вальяжно прогуливающие по улицам Гаваны. И музыка, музыка везде, она слышна, кажется из каждого внутреннего дворика, из каждого ресторанчика. И ничто не помешает пожилой кубинке с сигарой во рту в белой национальной одежде, с немыслимым количеством юбок вскочить со стула и начать танцевать. Но как только смолкнет музыка, стать снова ленивой толстой кубинкой, распластавшейся на стуле в своих юбках, и зазывающих туристов сфотографироваться за пук. Окончание отзыва вы найдете по ссылке в описании под этим видео. В описании к этому видео есть ссылка и на другие отзывы про этот отель. В нашем туристическом агентстве вы можете без лишней переплаты заказать тур в этот и другие отели. Пожалуйста, обращайтесь, всегда рады вам помочь. Субтитры создавал DimaTorzok